Привет, подписчикам и гостям! Я Джетли, и сегодня мы с вами поотвечаем на вопросы с АСКО и попробуем некоторые вкусные вещи. Я надеюсь, никто не обидится, что я телеформаты видео, но мне кажется, что в каком-то смысле это будет интересненько. В этом видео я отвечу на один из вопросов с АСКО, это как раз тот вопрос, который меня подтолкнул снять этот видос, а именно вопрос, любимый завтрак, это, ну и как бы я отвечу, что это мюсли, либо какая-нибудь жидкая фигуренка, которую можно выпить, но в редких случаях это йогурт, обычно я просто вообще не завтракаю, потому что мне кусок в горло не лезет. Вот, ну и в основном это мюсли шоколадные, это очень-очень интересные мюсли, тут даже написано, как их готовить. Вот, то есть способ приготовления, тут 4 столовые ложки мюсли, это 30 грамм, в тарелку насыпать и залить либо молоком, либо соком, либо йогуртом. То есть эти мюсли, в принципе, можно есть почти совсем. Дайте, вот я возьму вот такую мисочку. И я сейчас вам покажу, как выглядят сами мюсли. Там есть кусочки шоколада, но они похожи, знаете, на собачий шоколад, не по вкусу, а вот по форме. Вот такие мюсли. Сейчас. Вот, то есть там есть какие-то злаки, потом что-то типа воздушного риса, семечки и шоколад. Вот, и еще какие-то такие кругленькие шарики. Вот, ко мне еще кот пришел, тот хочет поесть со мной. Вот. И этот, как нам? Овся, овсу, овсовый. И овес. Ну, как это называется? Геркулес. Геркулесовая каша. Вот. Все, меня окружили кошки. Они просто обожают эту марку еды. Я не знаю, почему, но тут, по идее, в ней всякие витаминки содержатся. Вот. На 100 грамм сухого продукта энергетическая ценность... Энергетическая ценность 364 килоджоуля на 100 грамм. На порцию 109 калорий. Ну, килоджоули это калории. Вот. То есть, как бы, если вы худеете, и вы не знаете, сколько чего вы съели, или постоянно считаете калории, то вот эти вот мюсли как раз-таки вам очень хорошо подойдут. Вот. Вот. В принципе, я, наверное, вам не буду зачитывать состав. Потому что, ну, я оставлю ссылку, вы там сможете этот состав посмотреть. В этой миске 300 грамм. В этой миске. В этой упаковке 300 грамм. То есть, это хватает на 10 раз. Вот. И обычно я, если вообще пью молоко, пью безлактозное молоко. Потому что у меня аллергия на лактозу. Булка, здравствуй, до свидания, уходи. Вот. И, короче говоря, я считаю, что аллергия на лактозу, это действительно проблемка. Булка. Я вас уже кормила. Это моя еда. Вы поели? Мне дайте тоже поесть. Вот. Я забыла, о чем говорила. Ну, ладно. Сейчас я подожду, пока они, ну, напитаются. Вот. Ну, и, в принципе, не могу употреблять стоп, если держится большая концентрация такого. Молочного белка и особо жирное молоко. То есть, ну, максимум, если вообще у меня нет варианта купить молоко без лактозы, приходится покупать, ну, либо молочный продукт, либо что-то совсем-совсем не жирное. То есть, даже до 0,8-0,5 где-то примерно жирности. И это не очень здорово. Потом у меня есть еще вот такой вот мармелад. Он без сахара, он без сахара, он на фруктозе. То есть, его можно диабетиком есть. И две японские газировки из автомата. Я не знаю, если вы живете в Москве, я не знаю, в других городах есть. Просто у нас, как бы, он продается в переходах на Торетиковское, на 905-го. И еще в каких-то местах, о которых я не знаю. Вот. И, возможно, кто-нибудь хотел попробовать и никак не решался, потому что она, по сравнению с обычной газировкой, довольно дорогая. Ну, то есть, 100 рублей за газировку, это как-то... Хм... Нездорово. Особенно за такое бью. Поэтому мы сегодня ее тоже попробуем. Я вам скажу, какой у нее вкус и вообще стоит, на мой взгляд, или не стоит ее покупать. Вот. Ну и дальше вы сами уже все решите. Кстати, вот то, на какие вопросы я буду отвечать, я просто потом кину ссылку в ответах васки на... Ну вот, на это видео. Тут есть какие-то... Не знаю, фисташки, не фисташки. По-моему, это семечка. Просто обычно я фисташки не ем. Так, вот пришел кот уже, он охотится за едой моей. Просто так молоко он не пьет. Он именно... Именно за такой едой охотится. То есть я ему давала выбор, облезать чашку от этого или выпить молока. И он выбрал не молоко. Вот. Весь печ... Вся печаль этих мюсли в том, что шоколад, который тут есть, он постоянно оседает на дне мисочки. То есть ты можешь есть, есть, и тебе не попадется ни одного кусочка шоколада. А потом, когда уже все кончится, он там на дне вообще весь. Вот. У меня это печаль. Ну, честно говоря, я не люблю есть при комнате. И, в принципе, разговаривать в процессе еды. Ну, а так как у меня сейчас развиваются новые фобии... И я бы очень хотела, на самом деле, вернуть свое мироощущение, ощущение себя с 2014 года, где-то с 2014-2015, наверное. Очень бы хотела вернуть, потому что, я не знаю, несмотря на все то, что было со мной в то время, я себя чувствовала более живой. Живой. То есть, серьезно, более живой. Не знаю, у меня были цветные волосы, у меня был пирсинг. У меня было какое-то ощущение, даже не свободы, наверное, там, скорее всего, была печаль и ненависть, но эти чувства, сами эти чувства, они были гораздо сильнее, чем то, что я вообще сейчас испытываю. Вот, кстати, попался кусочек шоколада. Ай, телефон упал. Не важно. Вот, вот он тут. Вот на самом краешке, на самом кончике кусочек шоколада. Я вообще думаю, что мысли, конечно, не очень несоприятно выглядят, но зато они вкусные. Каким спортом занимаешься? Честно говоря, я не занимаюсь никаким спортом. Хотя раньше занималась греблей и плавала. Вот, но в связи с тем, что у меня болят суставы, из-за этого мне пришлось бросить и эти балетные танцы, и пианино. И вот сейчас я могу максимум заниматься, это, наверное, спортивной ходьбой. Ну, тоже периодически у меня либо начинают болеть ноги, либо начинают вылетать суставы. Это очень всё сложно, очень больно. И самое главное, что я пытаюсь вылететь это уже, наверное, лет 5 или 7, и ни к чему врачи так и не приходят. Они просто каждый год гоняют меня по новому кругу. Поэтому сейчас я вообще не хожу к врачам и пытаюсь пропивать курсы просто общеукрепляющих витаминок. Потому что надо подтягивать иммунку, надо налаживать гормоны, надо очень много всего делать. Но это очень всё сложно, честно. Следующий вопрос. Думаешь, Золушка загадала правильное желание? Насколько мне помнится, Золушка хотела просто пойти на бал. Просто попасть... Вот, видите, он со спины подходит, он думает, что я его не вижу. Сейчас он подойдёт, он мурлычет. Я не знаю, слышно или нет, но он прям так хорошо мурлычет. Его задержала, покрывала. Она мягкой, кошки его любят. Наверное, она просто им напоминает пузико мамы, когда они были качатами. Вот, она их, короче, задержала. Ну вот. Насколько я помню, Золушка хотела просто попасть на бал. И больше ничего. Но, в принципе, это... С какой-то стороны даже хорошее решение. Ну, честно говоря, я не очень понимаю вопроса. То есть, с какой-то стороны это показывает, что... В вашей жизни может быть чудо. Но, конечно, у нас нету таких волшебных добрых фей, которые взмахнут своей палочкой и всё в ажуре пустят. Вот. Ну, просто тут показана цепочка действий, которые... Которые повлекли за собой... Которые повлекли за собой... Цепочку действий, которые повлекли за собой решение Золушки. Ну, честно говоря, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Может быть, он задан некорректно, может быть, я просто сама по себе не понимаю. Может быть, я просто сама не понимаю этого вопроса. Стоит ли читать книги по психологии? Можешь посоветовать какие-то? Сейчас подумаем. Сижу такая, рассказываю, у меня камера отключилась. М-м-м, замечательно. Кстати, на вопрос, как я жую с раздвоенным языком, я отвечу «Нормально!» Иногда я его просто складываю вот как-то. Не так сейчас. Ладно, не могу вам пока показать, он пока до конца не прошел. Ну, на самом деле, книги по психологии я особо посоветовать не могу, потому что у меня очень быстро выветриваются из головы названия и автора. Я помню только Генди. И пару книг типа «Уверенности в себе» и «Почему мы ошибаемся», по-моему. Вот. Ну, конечно, их хороших, хороших книг гораздо больше. Я, наверное, в самом ответе на вопрос на АСКИ, я, наверное, пропишу книги, которые у меня есть, которые я читала. Но, на самом деле, как бы это помогает больше, по большей части просто понять себя, понять окружающих. А это сделать вы можете, в принципе, сами. Просто поставив себя на их место, там, подумав, как бы вы сделали, почему эти люди так делают. В общем, психологи, это, ну, самые первые психологи, это просто люди, которые именно своим опытом понимали остальных и пытались как-то что-то изменить, сделать лучше. Знаете, о чем я говорю, когда говорю, что шоколад состоится на дне? Вот. Просто дофигища шоколада. У меня же, по идее, форма специальная, чтобы он перемешивался. Кто-нибудь вообще может плотный шоколад уменьшить, чтобы он... Кто-нибудь вообще может постный шоколад поменять, чтобы он всплывал, а не тонул? В общем, на вопрос про книги по психологии я бы посоветовала просто самому наблюдать за людьми. Наблюдать за собой, анализировать все свои чувства, свои какие-то действия в той или иной ситуации. Вот. И, в принципе, это, получается, самообучаемость, которая потом помогает в жизни. То есть вам не надо будет искать какие-то книги, тратить на них деньги. Вы сможете сами себя анализировать, анализировать других. Но это только если вы действительно можете обучаться, можете наблюдать. Если вы не импульсивный человек. Вот им очень сложно. Очень сложно. Когда последний раз у тебя было чувство страха? Чувство страха у меня обычно возникает в метро. И иногда на улице, когда большое скопление людей... А это уже человек от 3-4, наверное, для меня. А это уже человек от 3-4, наверное, для меня. То есть реально большое скопление людей. И у меня иногда возникает паника. И я обычно убираю антидепрессантами, которые мне выписывали. И это не есть хорошо, конечно. Надо самой справляться. Но я себя сейчас не чувствую... Ну, как защищенную, незащищенную. Я себя не чувствую, скажем, уверенной. И вот эти вот уверенности в себе мне очень не хватает. Раньше она, кстати, была. Была она. Потом, когда ты делаешь. Как полюбить себя? Ну, в зависимости от того, что ты имеешь в виду под словом полюбить. Например, допустим, бодипозитив. Не как он позиционируется, а как он, по идее, должен выглядеть. В плане того, что если у тебя есть какие-то шрамы, изъяны, отклонения физические, это не полнота, с которой ты можешь справиться, но ты ленишься. Это не то, что типа я не буду брить подмышки, потому что это угнетение. Бодипозитив это, когда ты любишь себя, любишь свое тело, любишь то, как ты выглядишь, и свое здоровье. И пытаешься его поддерживать. То есть ты не ешь продукты плохого качества, ты следишь за собой, ты поддерживаешь свою фигуру. Ты выглядишь хорошо, и от этого ты себе сама нравишься. Сам или сама, это не особо важно. И вот, когда ты себе нравишься, ты начинаешь себя любить. Если тебе в тебе что-то не нравится, то это надо менять. Так, давайте теперь вот попробуем вот эту газировку. Не знаю, видно или не видно. Давайте попробую настроить. Вот она. Тут написано, что ее надо взболтать. Сейчас. Взболтать 10 раз. 10 раз. И получится что-то интересное. Напиток безалкогольно-газированный, ароматизированный. Дай-да-милк, сода-желе. Там реально желе будет? Взболтать 10 раз. Ну, это уже, наверное, 3 было. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Может, побольше как-нибудь вот так. Знаете, пахнет очень здорово. Ну, оно убегает. Оно реально с желе. Это очень здорово. Я никогда такого не пробовала. Я думаю, оно того стоит. Смотрите. Не знаю, видно будет? Мне кажется, оно скорее выльется. Сейчас я попробую показать. Вот это, короче, это желе. Он там плавает. Оно как кубик льда. Блин. По вкусу очень здорово. Знаете, что напоминает? Простоквашу с газировкой. Ну, интересный вкус. Интересный очень. Если вы хотели такое попробовать, обязательно попробуйте. Здорово. Прочу как-нибудь... А-а-а! Оно полностью должно быть желешным. Потому что надо было совсем несколько раз, не 10 раз... Не 10 раз встряхнуть, а много-много раз встряхнуть. Чтобы там все перемешалось. И все вот эти вот кусочки, которые должны быть желе, они стали желе. Вот. И давайте, Коль, булка пришла к нам. Булка. Булка, булка. Здравствуйте. Здравствуйте. Что такое? Булка. Все, иди. Иди. И давайте вскроем вот этот мармелад. Вот. Вот такой вот. Мне кажется, он должен быть вкусным. Потому что, ну, кто бы что ни говорил, а мармелад, вообще, сладости для диабетиков, они все равно вкусные. На фруктозе. Вот. Да, в такой пленочке. У него срок горности, кстати... Девять месяцев. Вот. Давайте прочитаем состав. Вот для этого надо, я думаю, состав прочитать. Это фруктоза, вода, патокоцитрусовый пектин, яблочное пюре, кислота лимонная, антиоксидант, сорбат, калия, консервант. Это, да, это я знаю. Название стрёмное, конечно, но он нужен. В организме нужен он. Красители тартрозин, термоазин, бриллиантовый синий, махром белый, карамель, ароматизаторы, банан, черная смородина, красная смородина, персик, абрикос, лимон, вишня, неживика, малина. Вот. Пишут, что это настоящее полезное удовольствие. Что тут? Пектин вводит в токсины, намализует обмен веществ. Фруктоза, натуральный источник энергии без лишних калорий. Это она заменитая из сахара. В магазине продаётся, по-моему, по 60 рублей за пакетик 50-граммовый, что ли. Ну, небольшой пакетик, стоит где-то рублей 50-70. Яблочный пюре, природный источник витаминов, минералов, С, П, П, Е, Б1, В2, калий, фосфор, кальций, магний и железо способствуют укреплению организма. Извиняюсь, что у меня так скачет тон, но я просто ещё не до конца научилась разговаривать по-новой, это довольно сложно. Боюсь, что мне придётся снова ходить к логопеду. Вот. Внутри это очень красиво. Внутри это выглядит вот так. Если выложить на тарелочку, то вообще будет сказка. С чего мы начнём? Давайте для начала ответим ещё на какой-нибудь вопросик. Вообще, я очень люблю такие сладости. Мне кажется, почти все любят сладости. Так, были попытки учить что-нибудь по скайпу? Английский, физику или другой предмет? Как тебе? Ну, у меня были попытки выучить английский и, по-моему, физику как раз-таки. Вот. Ну, в принципе, английский можно выучить, если ты... Ой, так. Оказия у меня происходит. С лицом, с чёлкой надо было, наверное, всё-таки накраситься. Вот. То есть, английский, в принципе, можно выучить, если вы будете на нём общаться с человеком, с которым вы разговариваете. Вот. А так... Ну, вот физику, допустим, не очень здорово объяснять. Давайте вот начнём с такой чёрной лежевички. Лежевички. Кусать очень легко. У меня ощущение, что это резина. Как во многих мармеладках. Мне кажется, таким мармелад нормальный должен быть. Вот. Он сладкий. По вкусу действительно чем-то напоминает ежевику. Но я не скажу, что прям один в один. То есть, просто напоминает вкусный мармеладик. Без сахара. То есть, на этом мармеладике, конечно, если вы не будете его целыми днями поглощать и питаться только им, вы не найдите ни задницу себе, ни... ни целлюлитик. Вот. И как угощение он вполне подойдёт. Давайте заранее взболтаем ещё вот эту штуку. По-моему, она с дыней, да? Да, это дыня, соды, желе. Давайте её пока немножко взболтаем. И поставим, чтобы там всё вот то, что там есть, чтобы оно напиталось, чтобы оно всё распухло, у нас было нормальное желе. Тут мои кошки бегают. Я надеюсь, это не помешает никому. Вот. Так. И как раз ещё на мой вопрос поступил. А, вот, ещё про физику. Физику и предметы, которые вы должны показывать, то есть вот там, допустим, от руки её лично расписать, это не очень здорово, учить по скайпу, потому что как раз нету вот этого вот личного присутствия. Не хватает. Очень, очень не хватает. Поэтому языковые учить по скайпу можно, а такие не очень. Какие планы на выходные? Как обычно проводишь их? Расскажи про прошлые. А, ну, прошлые выходные у меня, как, нас хотели поехать с Вероникой пофоткать. Вероника, это мой мастер по бодмоду. Господи, ощущение, как будто у меня не кошки, а слоный живот. Вот, Вероника, это мой мастер по бодмоду. И мы даже поехали фоткаться, но тема была сплит. И как бы мы поехали, но нас выгнали с этой площадки. Как площадки? Потому что там не договорились с торговым центром, нас хотели поснимать в этих... в гаражах, чуть не сказала, на парковке, на подземной парковке. И, короче, целый час ходили с котиком, фоткали, там даже человека фоткали. И потом через час пришел охранник и сказал, типа, выметайтесь и что-то нафиг. Булка! Всё, Булка сейчас тут всё будет рушить. Она уже начинает всё ронять. Господи. За что мне это? Вот. И, в общем, нам пришлось, я хочу сказать, всё другое место. Пытались пофоткать на... надземной парковке. Я не знаю, как это называется правильно. Но, в общем, там было холодно, и решили перенести всё-таки на другой день это мероприятие. Вот. Ну и... потом поедем. Ещё. Так, теперь давайте попробуем вот такую вот малинку, которая не похожа на малинку. по внешнему виду, надеюсь, она будет хотя бы вкусной. Она действительно вкусная. Как-то я даже не знаю, что может напоминать. не знаю, наверное... Знаете, вот такие арбузные леденцы, но в виде такой арбузной дольки, треугольной, да, на палочке. Что-то типа этого. Вот. Но немножко всё-таки отличается. Теперь мы попробуем вишенку. Вишенка по вкусу напоминает какое-то вино. Какое-то очень-очень сладкое вино. Может быть, даже сок. Ну, знаете, что-то на грани между соком и вином. Как раз-таки вишнёвым соком. Вот. И это тоже очень вкусно. Очень. Вот. Какие планы на эти выходные. Ну, в эти выходные я буду работать. И... И ещё раз работать. Знаете, я не могу запереть кошек в каком-то отдельном месте, потому что они... Просто это отдельное место нафиг всё снесут, угробят. И плюс ко всему ещё будут орать. И как бы, блин. Тут они хотя бы просто бегают, изредка что-то скидывают. А если я их запру, они там всё вообще посносят. Ну, потому что это немножко такие кошки. Кошки. Сколько раз приседаешь? Ну, честно говоря, я не приседаю вообще. Почти. Раньше, да, я раньше приседала, доходила до сотни раз. Но, как я уже говорила, потом у меня начали болеть уставы. Ну, как, на самом деле, они не очень болят. Они не болят даже почти, когда их не нагружаешь. Но когда ты начинаешь их нагружать, систематически болеть они начинают. И доходит до того, что у меня просто распухает колено, распухают ноги. Я не могу ходить. У меня целыми сутками просто дикая, дичайшая, ужасная боль. И, как бы, вот это вот совсем не круто. Теперь мы попробуем вот эту штуку. Я не знаю, как это называется. Если у вас есть какие-то предположения или догадки, вы можете написать в комментариях. Возможно, это какой-то виноградик. Но мне кажется, что это, знаете, такие игрушки продаются эти панчи стрессовые. Воздушный шарик с водой в сетке. Мне кажется, что-то напоминает, что тут похоже. виноградный сок. с яблоком. Я себе сейчас больше напоминаю персонажей из поговорки, не поговорки, не знаю, что ни съем, то понадкурсываю. вот это я сейчас. Я сейчас пробую мармелад. Я, наверное, не буду его прям целиком весь есть. Я просто понадкусываю, чтобы сказать, какие вкусы. Сейчас вот у нас есть такая красная икорка. Не знаю, это, наверное, тоже виноград. но, блин, это больше похоже на красную икру. Это больше похоже на этот, как это называется, белое вино из зеленого винограда. То есть, это напоминает виноград, по-моему, сейчас скажу, тайфу. Тайфи, тайфи. Вот. Опять же, с примесью яблочного сока. Ну, вот такой вот чуть-чуть. И чуть-чуть совсем вишневого сока. Интересный вкус. Я думаю, такие, такие штуки можно такое вот именно, можно сделать самому дома, если купить как раз литр сока такого нужного. И взять желатин и все это залить и разлить по формочкам. Может быть, получится похожее, по крайней мере, похожее. А ну, все равно там будет сахар. дайте мне, пожалуйста, биг-мак и колу-жеро. Я на диете просто. Ну, я к тому, что я ем, типа, мармелад, который на фруктозе, который без сахара, и пью газировку, в которой сахара дофига. Ну, просто я не хочу передознуться с сахаром. Вот в чем причина. Теперь давайте попробуем вот такой вот лимончик. Вот такой. Он действительно похож на лимончик, такой маленький. И даже ту же пористость имеет, ту же структуру. Этот мармелад вполне можно было бы использовать для оформления какого-нибудь тартаря, каких-нибудь маффинов, кексов. И было бы вполне органично, я думаю, вполне даже вкусно. А вот это действительно лимон. Это лимонная цедра с лимонным соком. Даже я делала когда-то такие мармеладки, но они были не такие вкусные. Там было больше выражено лимонного сока и меньше цедры. А тут прям ощущение, что ты кушаешь цедру с мёдом и лимонным соком. Это очень здорово. Это очень здорово. И я на самом деле вам рекомендовала бы этот мармелад попробовать, если, конечно, есть прям очень большое желание. Вот. Или вы не можете кушать сахар. Я, например, почти всё пью без сахара. То есть чай без сахара, кофе без сахара. Сахар, если только где-то уже в базовой комплектации входит и его нельзя никак убрать, вот тогда я его употребляю. А так не очень люблю. Так, за какими новостями следишь? Я не знаю тоже, как расценивать этот вопрос. так, на меня налипал кошачью шерсть. Чёрт. Давайте попробуем бананчики вот эти вот. Я думаю, они тоже очень вкусные. Вот это я весь ем. Не могу, обожаю бананы. Бармелайз с бананами это просто ах, это кайф. вкусно, вкусно. Очень вкусно. Вот настолько хорошего мармелада из бананов или просто со вкусом банана я не пробовала. Может, только в Костроме, в отеле, название которого я уже не помню, но вот очень-очень вкусно. Очень. Прям вообще. Есть, конечно, в магазине покупные. Есть в магазине мармеладки со вкусом банана, но у них гораздо более синтетический вкус, чем у этих. У этих прям вообще просто. Так. И возьму я, пожалуй, ну, последнее, что я возьму, это вот такой вот прекрасный персик. Господи, они... Просто великолепный мармелад я. Ни капельки не жалею, что я все-таки потратила на него те деньги, которые потратила. Я думаю, каждый-каждый свои копейки он стоит. Тем более, он в ручной работе. Вот. Это такой классный персик с косточкой. Интересно, эту косточку можно вынуть? Смотрите, вот, видите? Ко мне пришла кошка. Она пришла клянчить. Кошка. Ты готова что-то отдать, чтобы что-то получить? Давайте попробуем отдельно косточку. Взрук она, не знаю, настоящая. Она, кстати, вынимается, смотрите. Она реально, она реально вынимается. Но она наклеена. Я думала, она что? Что она прям вся такая будет. Но нет. Ну, что осталось от косточки и вот косточка. Знаете, я не могу сказать, что в отдельности напоминает вкус косточки. Вот эти вот. Но он очень-очень кислый. Очень кислый. Я не понимаю. Он кислый, в то же время он сладкий. Нет, я не могу, не могу назвать вкус. Я не знаю его. А вот эти вот прям реально вкус персика. для меня лично персики, вот эти вот, они не очень вкусные. Они очень сладкие. У меня вообще равновесие. не знаю. Наверное, тут все-таки есть что-то от киви. какой-нибудь лимонный сок, яблоко. Может быть, вообще все вкусы вместе, просто чуть больше концентрированного сока. Ну, тут чувствуется, что тут сок, именно сок натуральный. Ну, выжимка. Вот. Ну, в принципе, да, я бы вам посоветовала попробовать и этот тоже. Давайте теперь все-таки вот это попробуем. Мне интересно, оно все там размешалось, разболталось. Ничего там не осталось. Давайте открываем. А сейчас, я думаю, опять пойдет пена. Да, вот она пошла. Пахнет дыней. По вкусу не очень. Нет. молочный все-таки лучше но это по вкусу не очень по вкусу это очень такая очень химозная то есть если вы любите дыню и как бы решаете что лучше взять между вот этими напитками молочным и дынным лучше возьмите молочным потому что дыня тут весьма химозная а я бы не стала если бы я знала что она такого вкуса я бы не стала покупать вот так ладно давайте все таки попробуем ответить на вопрос за какими новостями следишь а я слежу за новостями честно говоря я бы не сказал что за каким-то новостями слежу на самом деле потому что единственные новости за которыми я слежу это моя лента в bk и лента в инстаграме я даже на ютубе не в тренде хотя наверное стоило бы наверное стоило бы быть в тренде и тогда было бы и пиар хайп и куча всего но не знаю кстати я вот тут заметил такую вещь что чем хуже ты себя ведешь тем больше тебя хотят смотреть и меня на самом деле это очень печалит очень печалит я понимаю теперь почему ведут себя из рук вон некоторые звезды почему они ведут себя так как не поступил бы скажем обычный среднестатистич чтить некоторые слова я по-прежнему могу выговорить обычный среднестатистический человек в повседневном мире в повседневной жизни и знаете очень очень печально ну чтож это было видео ну чтож это было видео о том что же я уже забыла как называется это видео этот жанр видео и напишу об этом в комментариях наверное в тегах в названии возможно такие видео любят вот и мы с вами попробовали некоторые интересные продукты и вы посмотрели как я ем наверное это не очень хорошо но может быть я действительно так избавлюсь от фобии и обрету уверенность в себе вот что мне бы очень хотелось сделать вообще видео как способ наблюдения за своим прогрессом или регрессом и наблюдения вообще за собой оценка своего состояния это весьма таки неплохой способ поэтому если у вас что-то не так возможно вам именно это и поможет вам спасибо за просмотр если вам понравилось или было полезно это видео то ставьте лайки если нет вы можете поставить дизлайки мне в принципе как бы любое мнение важно любое мнение учитывается не говорите мне ничего по поводу фона я и так знаю что он никудышный надо что-то делать и я не знаю что делать вот в общем ладно вам спасибо за просмотр и всем пока